всем привет сегодня я вам покажу две тугие косички от начала и до конца мы разделим каниколон у нас будет сегодня сделана одна упаковка мы ее поделим я покажу как правильно надо делить на сколько частей нам для деления понадобится вот такая доска она очень удобная в плане того что мы на нее будем вешать каниколон заранее я разделила ровный пробор а одну сторону изолировала в резине вот что нам понадобится еще для плетения это планилизатор с водой расческа хвостик силиконовые резиночки крючок возможно понадобится и ножны ну и собственно наши ручки начинаем делить каниколон он у нас стандартный до 60 сантиметров 100 грамм убираем все резиночки упаковочку мы делим на 6 либо на 7 частей сколько у кого получится то есть мы разделяем небольшими прядочками 6 или 7 частей и вешаем на нашу удобную доску у меня получилось 6 прядей теперь каждую прядь я еще поделю пополам я буду делить для 1 косички и для 2 косички то есть мы сразу должны разделить каниколон на 2 косички получается это сверху у меня на петельке первая косичка без петельки это у меня будет для 2 косички соответственно по густоте они должны быть у меня одинаковые при делении я это проверяю новый каниколон делится очень хорошо но и повторно его также можно использовать его можно использовать до до бесконечности частично он будет запутываться но хорошие прядочки можно вплетать и вплетать интересно как я делаю петлю да я беру каниколон делаем вот так вот у меня получается я разделила на петельках еще раз повторюсь на петельках это у нас для 1 косички без петельки все можно приступать плетения приступаем к плетения плетем мы на водичку голову предварительно необходимо помочь шампин без бальзама во время плетения мы пользуемся водичкой все все волосы прям очень хорошо смачиваем и начинаем до отделяем небольшой треугольник как начинать косички до их можно начинать по-разному сегодня я покажу именно очень хороший но не сильно сложный начало отделяю небольшой треугольничек беру первую прядочку нашу делю ее отделяю от нее одну треть да вот рядочка потолще а вот чуть чуть потоньше это от первой пряди я делаю которая потоньше да я ее делаю вот так сделаю перекрест между этими двумя прядями то которая потоньше вот она у меня наверху теперь я должна поместить как будто у нас буковка т перевернутая посмотрите здесь у нас шляпка а там у ножка до буковки т вот у нас тоненькая прядь наверху прядь волос я помещаю вот сюда и соединяю вот с этой прядью кани колонны которая потоньше натягиваю натянула прядочку взяла в кулачок указательный вот сюда поставила первый раз я просто переплетаю да то есть я кладу под низ затем беру небольшой прихват к серединке и эту прядь завожу под низ то есть какая наша постановка рук да как мы держим ручки удержимых в кулачках кулачок указательный вот здесь большой пальчик у нас отвечает за серединку прихват мы тоже берем к серединке от большего к меньшему можно еще раз просто без добавления проклести опять беру прихват и я беру к серединке с каждой стороны и слева и справа у меня это коса наоборот но я плету немного в другой технике то есть я беру в кулачок указательный да и мне надо вот эту прядь завести под низ то есть я взяла вот так взяла среднюю прядь и перекручиваю крайнюю со средней перекрутила той ручкой подхватила опять ручку поставила до кулачок указательный серединку держу беру прихват от пробора второй прихват нужно будет и беру прядь на добавление то есть это уже вторая прядь а всего 6 это вторая первые я уже вплела то есть я ее сейчас буду добавлять я буду добавлять ее к серединке я ее завожу под большой пальчик вот она у меня соединилась серединкой второй кончик я пока убираю то есть он у меня остается и далее я проплетаю по той же схеме беру прихват с другой стороны летаю снова беру от пробора в процессе брызгаю водичкой брызгаю и вот так вот подчёсываю беру от большего к меньшему прихватик опять же аналогично я беру к серединке и вот эту прядь которая у меня осталась я ее также вплетаю в серединку все я в серединку эту прядочку добавила далее плиту как коса наоборот да то есть это прядь у меня идет под среднюю кулачок указательный перехватила серединку и делаю вот такое движение перегрузки то есть добавляю пряди дополнительные я только от пробора с краю вот здесь от лица я беру просто прихваты предыдущий прихват если он у вас немножко лохматиться его можно вот таким образом подтянуть опять же я пользуюсь водичкой беру прихват и буду добавлять третью прядь то есть это у нас третья прядь из шести я ее также завожу под большой пальчик она у меня соединилась со средней прядью второй кончик я убираю то есть добавляя в данном случае к серединке взяла прихват беру прядь которую я оставил также добавляю и в середине у меня осталось и еще три пряди для моей первой косы когда я плету одну упаковочку до вплита я могу их сразу все добавить то есть я их буду добавлять сразу все первую я добавила я ее вплела затем на 2 прихвате к я добавила вторую прядочку ее же я потом вплела третью добавила ее вплела сейчас я буду добавлять четвертую то есть один раз я ее добавляю второй раз это я вплетаю вот этот кончик который остался вот он ну вот 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 и Я подошла к височку, на височке я забираю побольше. Сделю его пополам на две пряди. Височек это у нас где-то 2 сантиметра, надо ушком 2-3 сантиметра. Вот это расстояние. Когда доходим уже до нижнего затылка, то просим клиента наклонить голову пониже. Чтобы нам было удобно его пластилить. Добавляю последнюю шестую прядочку. Также в серединку второй кончик я оставляю. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Все пряди мы добавили, далее просто плетем уже без добавления. Когда прихваты закончились, ручки уже переставляем. То есть я их держу уже по классической схеме. Когда плету длину, стараюсь, чтобы свои волосы были максимально внутри. Чтобы кончики уже здесь были максимально запечатаны. И плету на пальчик. То есть я как будто заплетаю указательным палец. Вот таким образом. Косичка тогда здесь тоже будет тугой и хорошо будет держаться. Свои волосы здесь должны быть максимально запечатаны внутри. И еще необходимо обратить внимание на один момент. Когда вы плетете, у вас допустим какая-нибудь из прядей стала тоненькая. Например, вот эта. Она должна быть с краю, с этого, либо с того края. И вы от серединки чуть-чуть к ней добавляете. Прямо по чуть-чуть. То есть вы должны следить за равномерной густотой каждой из прядей. Вот сейчас я сюда немножко от серединки добавлю. Регулировать такие пряди надо постоянно. На кончик косички используем две силиконовые резиночки. Крючком заправим. Обмотаем резиночку прядкой кониколона. Я продеваю крючок. Беру небольшую прядочку. Обматываю этой прядкой нашу резиночку. И затем с помощью крючка вытягиваю прядку в хвостик. В пушок от кониколона подстригаем ножницами. В конце можно еще немножечко подчесать прихватки ножницами. Вот таким вот образом. С одной стороны и с другой, если требуется. Все, первую косичку мы заплели. Будем приступать к плетению второй. Приступаем к плетению второй косички. Сбрызгиваем водичкой. Отделяем треугольничек. Такой же, как на прошлой косичке. То есть получается, да, сейчас мне нужна симметрия. И треугольничек я уже отделяю по первой косичке. Беру первую прядь, отделяю от нее одну треть. Эту одну треть я делаю вот так. Перекрест. Нашу прядку волос соединяем с этой одной третью. Беру кулачок, натягиваю здесь все хорошенько. Указательный ставлю. Сначала немножко проплетаем. Получается, раз проплела. Второй раз проплела. Сейчас уже беру прихват. На первой косе добавлять я начала со второго прихвата. То есть на первый прихват я просто добавила. Проплетаю. Добавляю прихват от лица. Также проплетаю. Теперь у меня будет второй прихват. То есть я беру волосы, добавляю. И беру вторую прядь каниколона. Завожу под большой пальчик. Второй конец каниколона убираю. И начинаю плести. Добавляю я всегда от пробора. От лица я просто беру прихваты. Когда беру прихваты, ориентируюсь на прихваты первой косички. Таким образом до конца мы плетем косичку. Вторую аналогично первой. Также добавляю по очереди наши прядочки. Их у нас всего шесть. До встречи. Сepy. Ссылка на край сайта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прядочка у меня тоненькая, я к ней добавлю немножко от серединки. Продолжение следует... Продолжение следует... Завязываем резиночку и резиночку также обматываем прядкой конеколону. Продолжение следует... Можно и начать с первого прихвата, как вам хочется. Главное, чтобы две косы вы сделали одинаково, одинаково и симметрично. По длине они получились не сильно длинные. Если вы хотите косички по пояс, то тогда необходимо использовать две упаковки конеколона. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!